Привет всем, привет всем! С вами Лига Мюзик Варс. Ну а сегодня у нас веселая тема. Имбалансный баланс перебаланса, балансировщика, балансного полигона. В общем, хрень, да и только. Итак, сколько раз меня просили записать какие-нибудь интересные вещи на полигоне. Ну вот, записываю вам, какие у меня полигоны. Я часто попадаю в команду, где 30 человек, 25 человек, 28 человек. Это не важно. А с другой стороны мы видим 3 руха, 6 рухов, 5 рухов. В общем, мы просто мясо. То есть своеобразное, большое, со скоплением, хорошего количества ящиков и ключей. Ничего не хочу сказать против хорошего баланса. Ну, в кавычках, хорошего баланса. По крайней мере, для топовых групп. Здесь уже и понятно, что более сильные мехи становятся еще сильнее. А слабые мехи на простых, обычных полигонах вообще ничего не имеют. Хотя нет, неправильно выразился. Не совсем ничего не имеют, а дают большое количество ресурсов топовым игрокам. Я редко вижу так, чтобы была команда 11 на 11. Было 2 руха. С одной стороны по атаке 1 700 000 и с другой стороны по атаке 1 700 000. Обычно я вижу немножко другое. С одной стороны 20 человек. Максимальная атака 800 или 1 000 000. С другой стороны 4 руха. И, конечно же, с атакой 1 500 000 и выше. Они квадратами просто выносят игру. Но, видимо, такая судьба у простых игроков страдать от топовых групп. Хочу попросить, если у кого-то такие же ситуации или часто попадают на такие полигоны, конечно же, лайкайте данное видео. Ну, а если вы из тех топов, которые как раз попадаются напротив мяса в 28 человек, с вас, конечно же, коммент и радость о том, что наконец-то я показал, что у нас куча имбаланса. Имбаланса на мехах. Меня просто иногда добивает, когда мне начинают писать в комментариях, что, Серега, у тебя не хватает мехов. Ненавижу мехи на обычках. Вообще просто патологически. Соло я на них схватить вообще никогда в жизни не смогу. Более-менее равный баланс я тоже схватить здесь не могу. Поэтому никаких вам полигонов от меня. Если только не будет какая-то дичь, творящаяся на полигоне. Но если хотите, могу вам записывать такие полигоны, где мы просто как говно сливаемся при нашем мелком балансе и большом количестве рухов с противоположной стороны. Такие полигоны могу заливать вам хоть каждый день по три. Ну, а на элитки не хожу по другой причине. Там более-менее вроде адекватные и хорошо тыкают, но меня по моей любимой памяти убивают там всегда почти первым. Поэтому на элитках я сплю. Я туда хожу чисто для того, чтобы если все-таки победят, то получу каких-нибудь два заряда. Два заряда к преобразователю. Все, что мне надо. Больше я туда ни за чем не хожу. Ну, а если хотите все-таки, все-таки хотите какие-то полигончики, где показывают о том, как нагибают большое количество спящих мехов, конечно же, пишите в комментариях. Конечно же, топы пишите в комментариях. Да, выкладывай, мы хотим посмотреть, как тебя все имеют просто. А я вот что-то не горю желанием выкладывать постоянно видосы, где я ничего не делаю, где я ничего не получаю. Некоторые люди мне пишут, да на полигонах ты часто кидаешь протонки, поэтому ты постоянно сливаешь. Вот если бы вы вместе все собрались одним кулаком, собрались по фазу, и вы бы вынесли одного руха. И то при малой доле вероятности. Потому что, взяв всю мощность нашего отряда, который не спит, заметьте, а это обычно 10 человек. Ну, в крайнем случае 12. Мы никак не можем вынести даже одного руха, даже если все скинемся по одному фазу. И, как я уже говорил, более слабые мехи при больших затратах на обычках просто тратятся, и ничего не получают, так как с максимумом вы получите 6 ящиков с противоположной команды. А у нас все-таки 28 человек. И при малой затратах большие топовые мехи получают большое количество ящиков и ключей. Куда ни говорите, но все-таки баланс сделан так, что топовые мехи нагибают. Слабые мехи ничего не могут сделать. Тут уж пиши пропало. Либо ты играешь в мехи, как сказать, на низу списка и мучаешься, либо ты топовый игрок и просто продолжаешь качаться и выходить все выше и выше в топы, потому что игра сама тебе все подкручивает. Ну, вообще, комменты, конечно, просто излишни по этому видео. Но меня просто это вчера очень сильно взбесило. Если честно, задолбало. Опять не получается. И так тоже получается. Ой, блядь! Ну и блядь! Ну и блядь! Это мне нужно! Подумаешь! И вблядь! Блядь! Блядь! Субтитры сделал DimaTorzok